Часто ненормированный график, тяжелые моральные и физические нагрузки. Все это не понаслышке знает машинист локомотива. Человек, выбравший важную, нужную и, надо сказать, непростую профессию. Ведь его работа требует проявления мужских качеств, силы, выносливости, терпения, умения управлять сложной техникой. Справляться с огромным механизмом, требующим особого внимания, быстрой реакции и, конечно же, отдачи, может не каждый. Только физически и морально подготовленные люди в силах выполнять такую непростую работу. Сегодня перед машинистами, как опытными, так и начинающими свою карьеру, стоит непростая задача. С появлением современных поездов, прибывших на железные дороги Беларуси из Швейцарии, им необходимо пройти специальное обучение вождению, новым транспортом. Каким образом оно уже проходит и будет проходить в дальнейшем, это те вопросы, которые обсуждались на ежегодном слете машинистов. Те локомотивы, которые мы приобретали ранее, они морально и физически устарели. Сегодня новая техника, новое оборудование, электроника, автоматика. Поэтому машинисты и люди, кандидаты в машинисты должны уже обладать достаточно высоким уровнем знания, пользования этими устройствами. Сегодня у нас есть дорожно-технические центры, которые готовят специалистов, помощников машиниста, машинистов. Тем не менее, мы делаем все для того, чтобы люди шли в эту профессию. На уже третьем по счету слете машинистов, проходящем в городе над Бугом, помимо вопросов обучения владению новой техникой, обсуждались и другие. Работа локомотивных бригад, безопасность движения железнодорожного транспорта, повышение престижа профессии машиниста, а также актуальна на сегодня тема увеличения скоростных режимов железнодорожного транспорта. Приоритетная задача Белорусской железной дороги – это повышение скоростей движения. Мы понимаем, что пассажир будет пользоваться нашими услугами только в том случае, если мы его довезем комфортно и быстро. Для этого и повышаются скорости. А на сегодня у нас уже освоены скорости 140 км в час, поезда ходят. Наша первичная задача – довести ситуацию до такой уровня, чтобы все поезда с Минска до областных центров доходили за три часа. Сейчас практически это получается. Немножко может быть еще до Бреста мы едем три часа пятнадцать минут, но резервы есть. Слет машинистов дал возможность представителям данной профессии обменяться опытом, подвести итоги, выработать новый план деятельности на ближайший год. Помимо этого, участники встречи смогли понаблюдать за работой Брестского вокзала, успели посетить музей железнодорожной техники, а также локомотивное депо, где ознакомились с особенностями подготовки поездов с момента их доставки в мастерскую до отправки в рейс. У всех присутствующих вывод один – уровень технического оснащения железнодорожного пункта Брест высокий. Это очень надежная техника, потому что сейчас перспектива «Финнерстарк» сотрудничать. Возле Минска, вы знаете, построили завод, где запустили эксплуатацию, где вы уже не собираете эти составы, как крайне в Польше, и потом переправляли, отправлялись на Белорусскую дорогу, с последней оправки нашей страны, Прибалтики мы проверяли, отправляли, Евросоюз для них закупает, и строится уже в один эксплуатации всех производств кузовов. На данном этапе внедряется очень много современной техники, как на железнодорожном транспорте, как и вообще на транспорте. В частности, внедрение штадлеров. Сейчас Белорусская дорога эксплуатирует штадлера. Конечно, пассажиры остаются очень довольны от проезда штадлеров в таких условиях. Ну и старые дизельпоезда с 1975 года выпуска тоже стараемся в этом не уступать. Работа сотрудников железнодорожной службы и опасна, и трудна. Профессия машиниста особенна, ведь управляя пассажирскими, грузовыми или электропоездами, с самых различных сообщений и назначений они должны быть предельно внимательны. Необходимо все время следить за дорожной обстановкой, знаками, показателями приборов в главной кабине состава. Нельзя также не сказать и о непредсказуемых ситуациях, которые могут произойти во время движения в пассажирских вагонах. Машинист, как капитан корабля, владеет всей ситуацией. А потому в эту профессию путь только тем, кто не боится сложности и готов нести ответственность за жизнь людей. Более 25 лет я уже проработал машинистом, из них половину помощника. И все это время я применял очень большую формулу, очень большую формулу безопасности движения, которая все время надо ее просчитывать, все время предугадывать какие-то сложности, не только в своей профессии, но и путейского, допустим, путейцев, управления движением, предусмотреть, что может быть. Тем более, вот скорости повышаются, иногда увеличивать, увеличивать это все знания. И прививаю я это знание помощникам. София Бережная, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.